Дайте человеку пистолет, и он ограбит банк. Дайте человеку банк, и он ограбит мир. Арсенал банкиров, кстати, недавно пополнился. Теперь они получили доступ к базам госорганов через систему межведомственного электронного взаимодействия, созданную в рамках исполнения закона о госуслугах. Таким образом, банки смогут проверять достоверность данных, предоставленных клиентами. Срок передачи информации от госорганов банков по их запросам составит не более минуты. Благодаря новации банки снизят свои расходы, ведь базы Бюро кредитных историй платные. А заемщики, имеющие белую заработную плату, получат возможность быстро подтвердить достоверность заявленной о себе информации, что особенно актуально при кредитовании. Правда, кредит все равно не дадут. А если дадут, то его лучше не брать. Такие нынче времена. Сумма выплат ОСАГО по страховым случаям в первом полугодии 2015 года возросла на 39% и составила 55 миллиардов 698 миллионов рублей. Это более чем на 15 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РСА. Средняя выплата по автогражданке поднялась на 29%, составив 43 тысячи рублей. Число заключенных договоров практически не изменилось и составило чуть более 19 тысяч. Отмечается, что страховой рынок и потребители услуг ОСАГО ощущают положительные результаты проведенной реформы, которая стартовала год назад. Изменение стоимости полисов обусловило рост премий. Также в РСА положительно оценивают и возможность электронных договоров ОСАГО, которые помогут решить проблему продажи полисов в регионах. Но, насколько мне известно, у потребителей несколько другое мнение. Ростуризм предупреждает об опасности пребывания туристов в Турции. Всего за неделю в стране произошло два теракта. Туристов просят не покидать курортных зон и не ездить на дальние экскурсии. По оценкам турбизнеса, регулятор отрасли скорее перестраховался. Ведь в турецкую горячую точку на границе с Сирией туристы, скорее всего, не поедут. При этом эксперты подчеркивают, что поднятая волна в СМИ даже на фоне опасений вокруг теракта в Тунисе на турпоток никак не повлияла. Российский фондовый рынок открылся в минусе. Индекс ММВБ на отметке 1626 пунктов. В аутсайдерах банк открытия Яндекс, Акрон, Сургутнефтегаз и АФК-система. Среди лидеров роста – НЛ-Россия, РДР-Русал, КАМАЗ и Полюс золота. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Европейские и американские рынки закрылись в минусе. В Азии также снижение. Нефть дешевеет. Курс доллара на 21 июля – 57 рублей. Курс евро – 61,76 рубля. Золото стоит 2030 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 3 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 56 долларов 45 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.